и снова здравствуйте Blender 281 и давайте посмотрим в этом ролике как заменить внешний вид вот этим костям нашего персонажа типа лев но вначале хотелось бы сделать акцент на изменение внешнего вида интерфейса заходим в правку находим настройки и находим вот эту верхнюю шкалу где написано Blender Dark чтобы сюда подгрузить именно ту тему которую вы хотите вот сейчас я установил тему именно The Brush пардон сейчас установлена тема The Brush и как подгрузить новые где их найти скачиваются они именно в интернете вводите скачать темы для Blender и качаете zip папки также установки нажимаете находите ту тему которая вам нужна ну допустим вот так моду вот тема Maya тема Moda 3D Max кто где работает наверное вам будет приятно именно внешний вид видеть той программы в которой вы там еще где-то работаете установить тему вот сейчас у меня установлена тема Moda вот уже вы видите что и работать приятнее и глазу приятнее и вообще приятно так давайте посмотрим еще какую тему так под установим установить тему и установим тему ну допустим Maya вот так вот уже тема Maya ну в принципе The Brush схоже вот такое дело ну еще какие-нибудь темы давайте посмотрим какие у меня есть это уже давно я еще на 2.79 качал ну вот такая есть тема ничего так прикольно но не видно белая так пойдет можно посидеть и в такой теме так установить что тут еще есть вот так вот приятнее черное на белом и читается видно тоже приятный вид linear установить ну вот такой внешний вид ну тоже ничего так ну словом качайте темы устанавливайте в темах и будет все прикольно меняйте внешний вид вашей программы для вас если вам это будет приятно для глаза как то для другого вот такая еще темка есть вообще прикольно тут оранжевые здесь красненький тут серенький ну словом прикольно так погнали теперь менять внешний вид костям так я включу наверно тему другую посмотрю как она будет в ролике выглядеть а потом может быть ее буду использовать так вот тема моду надеюсь будет видно вот эти все надписи если нет то будем искать другую тему итак меняем костям внешний вид вот хочу я вот этой косточки куб поставить давайте подгрузим переключимся на объектный режим добавим mesh добавим куб или нажмем shift а и добавим mesh добавим куб вот из этой панели следом заходим так вам наверно не будет вот это все видно я еще раз поменяю тему настройки потом поэкспериментирую поставлю наверное стандартную тему blender и так не лифт так так blender dark вот пусть пока она постоит вроде уже ее видно и так далее продолжаем извините за то что отвлекся заходим теперь именно нажимаем на кости нажимаем режим позы и вот выбираем вот эту косточку следом заходим вот в эту функцию настройка кости мотаем находим отображение во вьюпорте и вот здесь вот есть особая форма нажимаем на нее выбираем здесь уже есть куб вот он присоединился вот такая штука и теперь нужно к этой кости его именно изменить поставим сетку мы немножко размер давайте уменьшим вот масштаб чуть-чуть его вот так уменьшим все прикольно теперь можно зайти в объектный режим допустим куб этот удалить нажать делить на клавиатуре и заходим выбираем косточки заходим в режим позы и подвигаем нашу вот эту косточку она такая же осталась кость вот она тут есть но просто у нее теперь такой внешний вид и вот как мы можем теперь все это дело двигать так еще немножко объектный режим нажимаем на модель нажим нажимаем на кости с зажатым шифтом и жмем control и и добавляем автоматические веса теперь можно добавить так давайте настройку кости зайдем опять же в режим позы настройка кости и посмотрим что тут еще есть выберем ну допустим вот эту кость лицевую и поставим ей допустим так этой нету тут нужно добавлять объектный режим или shift а добавляем mesh добавляем так окружность вот она появилась снизу и теперь опять же заходим жмем на кости и заходим в режим позы и окружность поставим наверное вот на голову тут можно любую свою деталь делать опять же детали сейчас я вам покажу откуда можно взять добавить арматура и посмотреть как они выглядят можно blend рик вот эту подгрузить штукенцию и вот вы видите что здесь есть стрелочки квадратики кружочки можно смотреть и просто вот такие что же делать и потом уже куда нибудь их скидывать подгружать и присваивать скобочки всякие и так далее так это теперь делить ну и опять же давайте в режим позы и вот эту вот при присвоим нажимаем на косточку отображение во вьюпорте находим так циркл вот присваиваем вы видите что как он установился не беда заходим в режим редактирования сначала режим объектный режим теперь нажимаем на вот эту сферу и окружность пардонте и находим режим редактирования тройка на нампаде и теперь можно клавиши R вот немножко ее вот так вот установить вот в такой позе вот так вот теперь заходим опять же объектный режим выбираем косточки эту кость теперь можно удалить делить чтобы она тут не мешалась опять выбираем кости заходим при режим позы и нажимаем на нее жмем ну допустим G и вот у нас уже открывается пасть теперь можно также установить и другие косточки на вот эти вот позвонки ну лапы можно здесь подставку сделать на лапы а лапы лучше не трогать я думаю чтобы не путаться их и видно и хорошо если нужно вам заменить еще внешний вид ну тогда уже заходим здесь настройка данных объекта давайте объектный режим данные объекта и зайдем вот показать как так восьмигранник кость оболочка вот можно как сетка включить и вот они вам уже мешаться не будет но вы их видите и с ними можно работать а куб вот интересно прикольная штука именно поднимать опускать вот зад вот так вот если у вас вот эти косточки вот так вот расходиться начали не пугайтесь это все можно устранить жмете control z почему они стали расходиться если мы вначале делали а косточки были совместимы да объектный режим и просто нужно зайти в режим редактирования и удалить допустим вот эту кость delete если вы будете делать анимацию вот у вас есть куб или можете что-то еще другое поставить она вам не нужно будет также что еще можно сделать так вот эту косточку нижнюю вот эту тоже можно delete удалить и вот эту сферу тоже можно delete вот так мы смотрим теперь заходим кости нажимаем заходим в режим позы и в принципе сейчас не должно ничего ломаться посмотрим r вот и все равно расходится и теперь нужно объединять словом когда вы добавляете присоединяйте к центральной косточке то каркас разъединяется на тех местах какой вы присоединили вот эту верхнюю кость если верхнюю кость не цеплять то позвоночник будет работать как и в начале ролика когда мы только его делали он будет совместный хвост совместный и все будет работать вот таким вот образом вот так вот не распадаться вот так вот еще можно вот на эту косточку вот именно keep offset которая на нее что-нибудь поставить чтобы ей руководить или добавочную косточку здесь вывести и будет прикольно вот такая информация все всем пока до свидания а